Когда экзамены у Министерства образования аж три варианта. Самый вероятный июнь и начало июля. К чему готовятся выпускникам и их родителям, расскажет Евгения Копылова. Этот учебный год по правилам Кабинета министров должен закончиться 29 мая у тех, кто экзамены не сдаёт. 9 и 12 классы должны закончить 12 и 19 июня соответственно. Однако в этом учебном году дети в школу уже не вернутся и продолжат учиться дистанционно. Но остаётся вопрос, что же будет с экзаменами и получится ли летом раздать экзаменационные листы. Этим вопросом сейчас занимается Министерство образования. Разрабатывается сразу несколько вариантов развития событий. Мы разработали три сценария, как пройдут экзамены. Ситуация недраматична и есть очень большая вероятность, что чрезвычайное положение не продлится после 12 мая. И тогда экзамены смогут пройти. График уже перепланирован на июнь и июль. Не исключаем и другие варианты. Вариант Б. Если ЧП продлят, экзамены можно провести ещё позже, в более сжатом объёме. Вариант С. Самый плохой. Если сессия вообще не сможет произойти, она будет отменена, и ученики закончат обучение, получив годовую оценку. Правда, 12-й класс вряд ли останется без экзаменов. В противном случае неизвестно, как ученики смогут поступить в иностранные университеты. Так что третий вариант предусматривает и сдачу экзаменов удалённо. Однако, как это может выглядеть, пока не ясно. Сейчас известно, что 12-ти классники будут сдавать три обязательных экзамена — латышский, иностранный и математику. Раньше был обязателен и четвёртый экзамен. Его школьник выбирал сам. Так вот, он обязательным не будет. Возможные варианты сегодня обсуждали депутаты комиссии Сейма по образованию и представители ответственных министерств. Мы пришли к выводу, что обязательно государственные экзамены, чтобы не было, должны быть тем, которые окончают в этом году среднюю школу. Они должны произойти, поскольку экзамены очень важны в следующей жизни, что переход на вузы, или переход на колледжи, или профессиональные образования. Большая дискуссия была о том, что делать с экзаменом в девятом классе. Здесь мнения разошлись. Министерство образования настаивает, экзамены нужны для всех, а вот сами учителя так не считают. Мы считаем, что в девятых классах надо было отменить экзамены и надо было годовую оценку выставить. Для двенадцатых классов, опять-таки, мы знаем, что подготовительная работа для экзаменов – это иначе. И что педагоги и ученики очень много готовятся к экзаменам, чтобы действительно чем можно, тем лучше сдать их. Проблема в том, что у педагогов сейчас очень большая нагрузка из-за новых условий работы. И смогут ли они качественно подготовить своих учеников к экзаменам на расстоянии – загадка. Евгения Копылова, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.